Основные положения хромосомной теории наследственности. Гены. Единица наследственной информации. Гены в хромосоме расположены линейно. Каждый ген занимает определенное место – локус. Каждая хромосома представляет собой группу сцепления. Число групп сцепления равно гаплоидному числу хромосом. Сцепление генов может нарушаться в результате кроссинговера. Гены, расположенные в негомологичных хромосомах, наследуются независимо друг от друга и образуют различные комбинации. Наследование пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Признаки, определяемые генами, расположенными в половых хромосомах, называются сцепленными с полом. Наследование признаков, сцепленных с полом, происходит по типу Крис-Кросс. Х и У хромосомы имеют общие гомологичные участки, где локализованы гены, определяющие признаки, которые наследуются одинаково как у женщин, так и у мужчин. Помимо гомологичных участков, есть и негомологичные участки. Негомологичный участок Y-хромосомы, пол, перепонка между пальцами, волосатые уши, аллергия от отца к сыну. Негомологичный участок X-хромосомы, гемофилия, мышечная дистрофия, дюшена, атрофия зрительного нерва, дальтонизм. Наследование гемофилии. XH – ген нормальной свертываемости крови. XH – ген гемофилии. Если X-хромосома мужчины имеет аллель H, то мужчина страдает гемофилией. X-хромосома не несет генов, определяющих механизмы нормального свертывания крови. В антогенезе действуют не отдельные гены, а весь генотип как целостная система со сложными взаимодействиями между ее компонентами. Наследование. Передача генетической информации из поколения в поколение. Наследование бывает ядерное и неядерное. Ядерное может быть моногенным и полигенным. Кодоминирование. Участие обоих аллелей в определении признака у гетерозиготной особи. Сочетание в генотипе нескольких аллелей одного гена. В клинической практике принято следующее написание групп крови. Первая группа крови О, вторая группа крови А, третья группа крови Б, четвертая группа крови АБ. Сверхдоминирование. Более сильное проявление признака у гетерозиготной особи А большое-А малое, чем у любой из гомозигот А большое-А большое или А малое-А малое. Явление лежит в основе гетерозиса. Взаимодействие неаллельных генов исследовал Уильям Бэтсон. Комплементарность. Дополнительность. Взаимодействие генов, при котором доминантные аллели двух генов при совместном нахождении в генотипе А-Б обуславливают развитие нового фенотипа, по сравнению с тем, что обуславливает каждый ген в отдельности А-Б-Б, А-А-Б. Эпистаз. Тип взаимодействия аллелей двух генов, при котором аллели одного гена подавляют действия аллелей другого гена. Гены, подавляющие действия других генов, называют супрессорами или ингибиторами. Эпистаз бывает доминантным и рецессивным. Субтитры создавал DimaTorzok